Всем привет, с вами LikeApp. Неожиданно в PS Store вышли новые скидки, новогодние предложения. И честно, предложения в этой акции очень неплохие. Сейчас обо всем расскажу, но ролики поделю на части, потому что игр много, а хочется не торопиться и рассказать обо всем по порядку. И скидки тем более действуют до 25 декабря, так что точно успею. Ну и кстати, у меня на канале вышло очень интересное видео по Arkane, сериалу от Netflix. Если не видели, вот подсказочка вверху. Но не забывайте подписываться, писать комментарии и лайки ставить. Погнали к скидкам. Начать хочу с пятницы 13. Очень низкая цена. С друзьями поиграть в меня будет весело. Играем мы за группу подростков, которые приехали на озеро, чтобы отдохнуть. Но тут на них нападает Джейсон. Кто-то один играет за него, остальные убегают. Ну или точнее пытаются. В плане графики игра не удивляет. Анимации, наверное, тоже. Они просто неплохие. Единственное, прям выделяются фатальти Джейсона. Чем-то даже похоже на Mortal Kombat. А так, все остальное достаточно выглядит топорно. Но поиграть все равно можно. Предложение точно неплохое. Doom 2016 года. Такой прям брутальный экшн-шутер. Стрельба и добивания прям классные. Удары прям ощущаются с импактом. И из-за такой быстрой динамики, могу сказать, что если вы плохо играете на геймпаде, то после прохождения Doom точно прокачайте свои скиллы. Потому что задействован в игре абсолютно весь контроллер. Особенно если вникнуть и быстро переключать оружие, ярость, бомбы и так далее, то на экране будет просто нереальное месиво. Ну и саундтрек. Тоже очень даже на уровне. Под бодрый рок вырубать нечисть одно удовольствие. Если не играли, советую попробовать поиграть. Little Nightmares. Интересный платформер с очень реалистичной физикой персонажа. Вообще это достаточно жутковатая игра. Есть что-то общее с хоррором. Она достаточно интересная и быстро проходится. Тоже все хочу поиграть в нее, но пока что она у меня просто есть в библиотеке. Нужно это исправлять и тоже поиграть. Rainbow Six Siege или Радуга. Это командный шутер. Одиночкам там делать абсолютно нечего. Очень будет сложно. Плюсы игры, а точнее карт, это разрушаемость. Можно прострелить или сломать большое количество стен. Это естественно расширяет геймплей и повышает взаимодействие игроков. Но еще в игре много разных дронов и техники. Что касается стрельбы, у Ubisoft почему-то шутерной составляющей обычно не очень. Но сейчас играется неплохо. Уже достаточно много обновлений прошло и все такое. Оперативников много. Оружие и кастомизация есть. Графика прикольная. ФПС держится тоже достаточно стабильно. Ну или по крайней мере это зависит от карты. Но вообще прям сильных проседаний вроде нет. Тоже неплохая игра. Можно попробовать поиграть. Потом еще из интересного. Есть много игр серии Assassin's Creed. Например, одна из моих самых любимых это Black Flag. Очень прикольная игра. Особенно понравилась в общем атмосфера приключения. Она отличается от всех других частей серии. Боевка тут достаточно простая и интуитивно понятная, но зрелищная. К тому же еще есть и сражения на кораблях. Тоже выглядит очень эпично. Из побочек есть поиск сокровищ. И костюм предтечь. Ну или как в последних частях ИСУ. Также есть прокачка нашего корабля. И самого абордирования Эдварда. В общем эту игру советую. Также есть скидка на Assassin's Creed Origin. Достаточно долгая игра. Часов на 70-80. Сюжет простой. Но цепляла тем, что хотелось узнать с чего же началось братство. Но тут это все есть, да. Но сделано как-то все слишком быстро. И глупо что ли. Не скажу, что мне прям не понравилось. Но все равно ожидала я немножко другого. Хотя все равно игра неплохая. Хотя бы из-за графики и некоторых городов стоит в нее поиграть. Также путешествие по пирамидам. Это интересно. Мне просто нравится весь этот сеттинг. Так что игра этим запомнилась. Потом Assassin's Creed Valhalla. Есть делюкс версия, а есть голод издания. Я советую больше делюкс или вообще обычные издания. Потому что пока что DLC в игре, как по мне, вообще не стоит прохождения. Все-таки ждем, конечно, третий DLC. Но пока я расстроен. Но вообще оригинальная игра очень долгая. И наверное это даже минус. Я прошел ее на платину за 150 часов. Проходил, наверное, месяца 3, может 4. Но это вообще не те ощущения, как, например, от Ведьмака. Там столько гринда. Да, конечно, это не особо важно. Вы можете это пропускать. Но не знаю, мне кажется, это слишком длинный сюжет. Но хотя игра по эмоциям, конечно, окупается. Так что советую попробовать поиграть. Ну и трилогия Этсо. Вот в нее я точно советую поиграть. Особенно, если для вас Вальгала и Ориджин и так далее, были первыми играми серии Ассасин Грид. Трилогия же Этсо это, во-первых, один из лучших интересных персонажей вообще в играх. Во-вторых, очень интересный сюжет и эпоха. Ну и города и страны. Кстати, обзор этой трилогии у меня есть на канале. Ну и в самой в этой игре мы будем играть именно за Ассасина. А не как сейчас в последних частях, то Викинг, то Миджай, то еще кто-то. Если не играли, то точно советую попробовать. Это одни из лучших игр серии. Бладборн. Полное издание. Это достаточно сложная игра, и, наверное, не каждый пройдет, но поиграть в нее точно стоит. Это будет такое мрачное, но интересное приключение в готический стиль. Персонажи, боссы в этой игре нарисованы просто потрясающе. Ну, по крайней мере, они точно удивляют. Ну и мне нравятся игры Souls тем, что вы сами должны понять, как пройти босса или локацию. Нет ни подсказок, ни быстрых сохранений, ничего. Это интересно. Да, конечно, бомбануть можно не один раз. Понимаю. Но все же это интересная особенность. Главное, не расстраиваться сильно от смертей. Это часть геймплея. Прокачивайтесь, найдите оружие, которое вам подходит, и вперед. Потом играть все будет интересней и интересней. Я полностью еще игру не прошел, остановился на боссе-пауке в каком-то храме или доме, не помню уже. Но обязательно попозже еще поиграю. Такое удовольствие от прохождения не игры, а босса точно нигде еще не получите. Если же ждете Elder Ring и не играли в Бладборн, то исправляйте это. God of War. Один из лучших эксклюзивов. Ааа. Да, точно, она пока же выходит. Ну тогда одна из лучших игр в жанре слэшер. История-сюжет тут неплохой. Похож чем-то на первый из The Last of Us. Но только тут отношения отца и сына. Кратос полностью сменил мифологию. Но не стоит бояться проходить, если не знаете предыдущие части. Тем более все самые основные моменты жизни Кратоса будут тут рассказывать. Так что все поймете. Ну и как говорил, боевка тут это что-то. Очень классно сделаны удары. Прям есть импакт. Как в Бладборне. Разное оружие ощущается абсолютно по-разному. Но только не понравились некоторые типы врагов. Например, светлые эльфы это вообще что-то с чем-то. Что это вообще? Что это? Кратос не может прыгать. А эти враги по большей части летающие. Но достать до них это прям реально сложно. Это прям бесит. Ну и Валькирии. Они почти как боссы в соус играх. Я вот не знаю, у них анимации какие-то вообще непонятные. Они рандомные что ли. Да, не все, некоторые легкие. Но вот чем дальше, прям реально сложнее становится. На некоторых я потратил большое количество времени. Ну и было правда непросто. А так игра конечно классная. Попробуйте, если не играли. Mortal Kombat 11. Мне кажется, файтинг это лучшая игра на кампанию. Персонажей много. Игра яркая, фатальти зрелищные. Также есть и сюжетный режим. Там сможете понять основу управления, если не играли в предыдущей части. Может получится выбрать какого-то основного бойца. И уже дальше играть за него в дальнейшем. Ну в общем, если не играли, скидка хорошая. Resident Evil 2 Remake. Совсем недавно говорил о ней в предыдущих роликах. Но сейчас цена еще пониже. Потому что это обычное издание. Игра классная. Я не играл в оригинальную вторую часть. Но это мне понравилось. Тут хорошо сбалансированы экшен и хоррор элементы. Играется бодро. Но и мне нравится, что есть реиграбельность. Потому что вначале есть выбор персонажа. Леон или Клэр. И сюжет за них различается. Тоже достаточно интересная деталь. Также на скидках есть Resident Evil 7. Это уже вообще другая игра. Она от первого лица. Мне кажется, так погружение еще больше. Скримеры и всякое такое подобное тут тоже есть. Сюжет начинается с того, что у Итана, это наш главный герой, пропадает жена. И он отправляется на ее поиски. Находит дом по координатам, который послала ему Мия. Но там начинаются странности. В общем, точно игра стоящая. Попробуйте, если до сих пор не играли. Человек-паук издание Игра года. Я думаю, что скидка будет и на Черную пятницу. Но хоть сделали на новогодние скидки. Честно, игра потрясающая. Мне понравился сюжет и геймплей. Особенно полеты на паутине. Это такой кайф. Даже после того, как я прошел игру, иногда заходил просто полетать по Нью-Йорку. Эта механика правда сделана очень круто. Также в игре большая прокачка. Много костюмов и способностей. Но и главное это ощущение от игры. Она правда дает ощутить, каково это быть Человеком-пауком. Подобная фишка есть еще в играх Аркхем. Вы не просто управляете персонажем, а прям погружаетесь в эту атмосферу с головой. И кстати, не обязательно быть прям фанатом Марвел, чтобы в нее играть. У меня есть друзья, которым это вообще не интересно. Но от игры не были прям в восторге. Так что если хотели поиграть и ждали скидку, то сейчас она есть. И берите издание Игра Года. Потому что там еще два больших сюжетных дополнения. Ну и на финал я оставил Fallout 4. Но тут еще есть интересный комплект вместе со Скайримом. Обе игры полные издания. Каждая игра неплоха в своем жанре. У каждой есть свои интересные фишки. И большие открытые миры. Так что тут уже все зависит от вас. И та, и другая игра хорошие. И в данной ситуации плохого или неверного выбора нет. Но я бы наверное просто бы взял 4 Fallout. Я например его пропустил. И хоть поподробнее узнаю что это за игра. Ну и на этом пока все. Скидок много, еще ролики будут. Но если понравилось это видео, оцените его лайком. И не забывайте про подписку и колокольчик. А также напишите комментарий. Выбрали ли вы чего-нибудь. И как вам скидки. Ну и как всегда, получайте от игр только удовольствие. И будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok